В Америке, начиная с 1960-х годов, развивается очень интересное ответвление психоаналитической мысли, психоаналитической теории под названием «Селф-психология» — «Моё селф». Потому что есть эго-психология, это уже немножечко, ну, тоже другое ответвление, да. Эго-психология — это Анна Фрейд и её последователи, а селф-психология основателем, родоначальником является Хайнц Когут. Иногда в переводах, в публикациях можно встретить его фамилию как Кохут. Хайнц Когут пишет о том, что у ребёнка есть, вообще он вводит такие понятия, как селф-объекты, родители наши, разумеется, первоначальные объекты, мама, папа, самые главные значимые фигуры, да. Конечно, есть бабушки, дедушки, но всё-таки более значимые именно родители. И есть селф-репрезентация. Что это такое? Это вот простым языком — это представление о собственном «я». Автор оперирует вот этими двумя понятиями, наряду с которыми он определяет, что существует у ребёнка две главные, базовые, основополагающие его развитие потребности. Это потребность в отражении, в классике её выполняет, её удовлетворяет именно материнский объект, и потребность в идеализации. Потребность в том, чтобы рядом с ребёнком, рядом с тобой находилась идеальная фигура, идеальный объект. Это в классике жанра, как описывает Хайнц Когут, будет отец. Что такое потребность в отражении? Когда ребёнок смотрит на маму, смотрит в её глаза, в этих глазах, и в лице мамы он видит своё отражение. Смотря на маму, ребёнок видит своё «я». Каким моё «я» является? И в самом лучшем таком развитии у ребёнка должна сформироваться следующая мысль, идея, да, разумеется, бессознательная. Ты рада, ты, мама, рада, ты смотришь на меня вот таким вот взглядом, если ты рада, значит, ты находишь меня чудесным. Значит, я действительно такой, или же я действительно чудесная, да, ну, без разницы, здесь гендерные маркеры, да, ребёнок — это он в большинстве случаев, да. Но именно так описывается, да. То есть мама смотрит на ребёнка и даёт ему своим взглядом, своими глазами, своим лицом, своей мимикой определённую информацию. Если же мама как-то иначе смотрит на ребёнка, он может понять, что, ну, ты на меня вот так смотришь, таким печальным взглядом, значит, я плохой. Но в самом лучшем варианте развития событий ребёнок должен увидеть счастье, восторг на лице матери. Значит, я классный, значит, во какой я, во насколько я прекрасный, что вот так вот мама смотрит на меня. И потребность в идеализации — это отцовская функция, которую должен выполнить отец, как пишет Кохот, это потребность идеализировать отца. Но потом ребёнок уже будет видеть отца более реальным. Изначально нужна именно идеализация. Давайте же подробнее рассмотрим две вот эти функции, две вот эти потребности, которые есть у ребёнка. Чтобы ребёнок прекрасно развивался, мама должна... Он должен видеть в глазах матери восторг и восхищение. В разных переводах на русский язык это обозначается как свет в глазах матери, огонь в глазах матери или сияние в глазах матери. Вот это должен видеть ребёнок. Причём это сияние должно быть истинным, неподдельным. Оно действительно такое. Таким образом, мама даёт ребёнку информацию. Я так счастлива, что ты у меня есть. Круто, что ты у меня есть. Вот та самая безусловная любовь. Ты есть, и я уже счастлива, говорит мама. И вот это вот такое... Она даёт ему таким образом, ребёнку, стопроцентное принятие. Причём это такое принятие всего ребёнка, каким вот он является, младенец. Принятие на уровне запахов, принятие на уровне телесности, на уровне всего вообще того, что происходит с ребёнком. Вот такое вот стопроцентное принятие. Ты у меня самый лучший, таким образом даёт послание мама. И у ребёнка есть вот такая вот потребность, как описано в селф-психологии. И ему важно вот это получить. То есть у ребёнка есть уже такие потребности. Если же эта потребность не удовлетворяется, как описано авторами в селф-психологии, ребёнок получает дезинтегрирующий удар. Вот вдумайтесь в само понятие. Что-то, что нарушает его интеграцию, дезинтегрирующий удар. Вот с этой вот нарциссической потребностью ребёнок обращается к материнскому объекту, но мама не удовлетворяет эту нарциссическую потребность. В итоге он как бы обращается к маме с этой потребностью, но наталкивается. Вот он удар. Например, на стенку, на льдину, на камень, на гору и так далее. Разные можно представить метафоры. Например, мама, которая не говорит. Ну, не транслирует. Не обязательно это речью. Транслирует, вот как я сказала уже, мимикой, невербально в том числе. Не транслирует, что ты у меня молодец. Не хвали, ты самый лучший. Ты самый прекрасный. Ты номер один, ты самый обожаемый. Если мама этого не делает, то в ответ на какие-то реакции ребёнка она даёт абсолютно прямо противоположное. Она даёт холодную, отвергающую, равнодушную реакцию. Или никак не реагирует вообще. Вот мама как стенка. И таким образом возникает неудовлетворённая селф-потребность. Что это такое? Это неудовлетворённая потребность в получении знания, что я самый лучший, что я любим, что я принят, ребёнок, да? Что я даже, вы знаете, не просто любим, не просто принят, а в том, что я обожаю. И есть кто-то в этом мире, кто меня обожает. Вот если же мама не удовлетворяет эту потребность, она этого не даёт, и это будет неудовлетворённая селф-потребность. Это приводит к тому, что у ребёнка формируется сильное разделение, расщепление между я идеальным, вот моё идеальное селф, да, и я реальным. Вот он, я реальный. Маме не особо ты интересен. Мама меня не обожает, мама меня не принимает, как и мне есть, не любит, ну, не даёт вот такой информации, да, что любит. А где-то, наверное, есть идеальное я, есть идеальный ребёнок, которого мама любит, принимает, обожает. Но я не являюсь материнским идеалом, я вот не такой, я не материнский идеал, я не вижу восторга в глазах матери. Она будет восторгаться каким-то другим ребёнком, наверное. Вот такой вот сильный зазор между я реальным и я идеальным формируется. Как описывает Хайнс Кохот, в дополнение вот к данной, описанной выше материнской функции, у ребёнка есть ещё одна потребность, есть отцовская функция. Потому что, когда автор писал вот эту теорию, то было время, ну вот, я сказала, 60-е годы, да, примерно вот это время, то было время, когда социальная внешняя активность закреплялась и распределялась за мужской гендерной ролью. То есть мама в основном сидела дома, была домохозяйкой, и вот, поэтому такая вот материнская функция описана, а папа занимался активностью вовне дома. То есть он работал, зарабатывал деньги, папа умный, он достиженец, он приходит домой и рассказывает, как устроен этот мир, папа умеет то-то-то делать, папа может научить. То есть, помните, я сказала про идеализацию. Отец должен для ребёнка стать в норме, да, самое прекрасное развитие так описывается, идеальной фигурой. Отец должен стать для ребёнка реальным идеалом. То есть в первом случае я идеал для мамы, а во втором случае у меня рядом есть идеальный образец. Каким и нужно быть, какими чертами можно обладать, что такое достижение, что такое знание, всё это отец. И если же будет вот такая вот картина, то отец является идеальной фигурой, той фигурой, черты которого можно себе перенимать, отца можно идеализировать и к этому идеалу тянуться, стремиться на этот идеал походить. Вот таким вот я хочу быть, да, вот такие вот качества я буду перенимать. Отец таким образом выступает фигурой для идеализации и для процесса идентификации, процесса личностного роста. Отец таким образом, ну, учит, что ли, да, тоже даёт послание, что ребёнок, да, я могу находиться рядом, и я нахожусь рядом с идеальной фигурой, я могу находиться с этой идеальной фигурой, отцовской фигурой в отношениях. Я могу учиться, перенимать нужные идеальные качества и вовремя отходить. Вот таким образом, вот что даёт отец, отцовская функция. Итак, первая функция селф-объекта – это функция восторга, восхищения. Мама, которая любит, мама обожает. Вторая функция селф-объекта – объект должен быть идеальным. Вот он идеальный отец, он всё может, он всего достигает, он всё знает, он рассказывает и так далее. Это моя, говорит ребёнок, точка роста. Вот к этому я могу тянуться, в эту сторону я могу расти. Мы должны с вами отметить, что сейчас вовсе не часто можно увидеть, что мама вот только домохозяйка, только с детьми занимается и всё. Мама ещё и работает, да, и может быть иное какое-то распределение функций. Но важно в этой теории отметить, что не столь важно гендерное распределение этих обязанностей. Кто будет одним, одно делать, кто будет другое делать. Важно, чтобы в принципе вот эти функции были выполнены. Первая и вторая функции вместе делают наше селф-ребёнка крепким и создают ему так называемое сильное эго. Если выполнена и первая, и вторая функция, а не только одна. Или вообще обе провальные. Мы сейчас про это поговорим. То есть отец является... В какой-то момент ребёнок будет видеть отца реальным. Какой-то реальный отец. А вот чего-то он не может оказываться, чего-то отец не знает. Но первоначально ребёнок должен идеализировать отца. Как я сказала, это его момент роста. То есть по большому счёту формула выглядит следующим образом. Я горжусь своим отцом. Я горжусь тем, что я сын, что я дочь вот такого замечательного отца. И я могу наращивать своё эго через пример, через образец, находящийся рядом. Если же эти функции провальны, если же эти функции провальны, ребёнок будет раздосадован и разочарован. Он получает нарциссическое разочарование. Если провальна первая материнская селф-функция, функция селф-объекта, это приводит к примеру следующему. Объект не принимает. Что бы я ни делал, что бы я маме ни приносил, она не восторгается, она не говорит, что я молодец, она не хвалит. Объект недоступен. Объект материнский меня не слышит, меня не видит. А ребёнок разочарован. Что бы я ни делал, я вот это маме приношу, я вот это приношу. Но она не даёт никакой реакции или она даёт какие-то хаотичные реакции. Сегодня одно, завтра другое. И я не могу понять, в чём я хороший, в чём я плохой. Я приношу и это, и это, и никаких реакций нет. Я приношу это, и это или какой-то хаос, материнская непоследовательность. Нет чётких ориентиров, где я хороший, где у меня получается, где я плохой, мне надо меняться. Полный хаос. И это приводит к тому, что мама вот никак не восторгается, да. Это будут те люди во взрослой жизни, которые будут истошно, голодно, очень сильно искать вот этот восторг в глазах окружающих, искать те объекты, которые будут ими восторгаться, их обожать. Но, как правило, вот подобная компенсаторная реакция будет провальна. Потому что, что бы я ни делал, маму я не очарую. Что бы я ни делал, я не являюсь материнским идеалом. Что бы я ни делал, восторг я никак не получаю. Но при этом очень хочется его получить. Как словно мне чего-то не хватает. Вот так вот эти люди живут с таким ощущением, чего-то важного мне не хватает для получения нужной мне реакции. Если же провальна вторая отцовская функция, то во взрослой жизни это будут те люди, которые будут искать, нуждаться, искать и делать очень многое для того, чтобы рядом со мной находился идеальный объект. И формула следующая. Если же со мной рядом находится идеал, то я могу находиться с этим идеалом в слиянии. И если же рядом со мной находится идеал, тогда и я чего-то стою. Если же рядом со мной находится замечательная идеальная фигура, то я рядом с этим человеком, то я, наверное, таким становлюсь. Спасибо за интерес к теме.